Здравствуйте, товарищи зрители! Для новых зрителей я представлюсь. Биолог, фунготерапевт, аналитик, производитель огромного количества продуктов и другой продукции органической, бионатуральной. Ссылки на все, о чем буду говорить, оставлю под этим видео. И сейчас я раскрою вам следующие темы. Что же не хватает в питании волосам? Каковы причины выпадения волос выше естественной нормы? В чем причины облысения? Почему волосы истончаются и сидеют? Отчего возникает дефицит питательных веществ, так необходимых для нормального роста и развития волос? Их обновления, регенерации? Как и чем восполнить все эти дефициты и тем самым восстановить качество волос изначально? Качество волос, как в былые годы. А это точно возможно, если только учесть все то, о чем я расскажу вам сегодня и применить это на практике. 99 процентов всех случаев облысения, чрезмерного выпадения волос, это не гормональные проблемы, а это дефициты тех веществ, в основном минералов и витаминов, которые необходимы для роста волос. Включив их в свой рацион питания, вы восстановите густоту и даже цвет волос, если ваше облысение еще не привело к зарастанию фолликул. Если же у вас сильно стали выпадать волосы, но вы еще не облысели, скажем, наполовину, то вы точно сможете, во-первых, остановить дальнейшее выпадение волос и, во-вторых, восстановить прежнюю густоту, сообщу, опережая подобные вопросы и протесты. Почему, мол, раньше мы также ели и пили, а тут вдруг раз и стали выпадать волосы? Раньше, мол, были крепкие густые, а теперь с прогалами. Элементарно, потому что с 20-25 лет организм начинает стареть, изнашиваться, снижается выработка гормона роста, организм уже не латает все те дыры, как делал это в 19-20 лет, так как он занимается уже более серьезными для него в данное время разными органами и тканями, нежели волосами, так как они для здоровья не первичны. Вот вам и глобальная причина. Да, конечно, иногда может помочь всего лишь один правильно применяемый фактор, скажем, потребления цинка. Но далеко не всегда достаточно только одной взятой меры. Давайте не будем тыкать пальцем в небо и надеяться на одно, потом на другое, так люди и разочаровываются, и опускают руки. А давайте все же подойдем к этому вопросу серьезно. Конечно, можно быть и лысым, и пересаживать волосы с затылка, но правильнее и дешевле, да и для всего организма полезнее наладить обмен веществ и ликвидировать дефицитное состояние, приведшее к выпадению волос. Ведь они, эти факторы, вредны и для всего организма, для всего здоровья. Они сокращают жизнь. Итак, действовать надо и снаружи, и главное, изнутри, комплексно. А откуда вообще могут браться дефицитные состояния тех или иных питательных веществ? Тут есть две глобальные причины. Первая, это паразиты, то есть гельминты, глисты по-другому, а также некоторые простейшие, протозоидные, то есть одноклеточные, вроде лямблей. Я вам очень советую посмотреть мою главную лекцию о них. Помните, что любому человеку надо два раза в год по-хорошему проходить антипаразитарную программу, чтобы убрать из организма паразитов, которые изнашивают наши потенциалы и резервы. Ведь они живут за счет наших резервов, наших питательных веществ. Ссылку на антипаразитарный набор, полный, правильный и, главное, безопасный для здоровья, я оставлю вам под этим видео. Вторая причина, нет в питании нужного количества всех необходимых питательных веществ. Почему? Ну, например, бедные почвы, а на них выращиваются продукты, которые бедны теми или иными микро и макроэлементами, витаминами. Вот еще одна причина, почему же такое произошло, когда посмотрите мое видео «Лес и почва». Ну и, конечно, причины в этом же разделе, это искусственная пища, пища супермаркетов в упаковках, искусственная пища, ну и неправильное питание в целом. Третья причина тоже есть, но не буду ее сейчас развивать, так как все остальные причины, все, какие вы только можете представить. Это менее одного процента всех случаев, а 99 я раскрою. Решение проблемы изнутри в начале – это семь главных пунктов. Да, дефициты проявляются именно в семи недостающих витаминах и минералах. Первое – это витамин С, второе – это цинк. Третье – витамин D3. Четвертое – это, конечно же, кремний. Если первые три пункта – это липосомальные, те самые, витамин С, цинка, витамин D3, и вы их найдете, как я уже говорил в описании под этим видео, то кремний – тут два варианта. Это диатомид, который можно добавлять просто в пищу, любую, которую вы едите в виде порошка. Это натуральный кремний из древних раковин форминифор или фульвовая кислота с кремнием. А фульвовая кислота имеет огромное преимущество. Она любые питательные вещества быстрее и в большем объеме доставляет до каждой клетки нашего организма. У нее есть несколько очень важных функций, задач в организме, и вы потом, я советую, посмотрите мое видео про фульвовую кислоту. Ссылку я оставлю. Пятое – это бетаин. И, конечно, один из признаков дефицита бетаина – это ломкость ногтей и выпадение волос. Шестое – это железо, но не любое, а в липосомальной форме. И, конечно, один из признаков дефицита железа – это ломкость волос. И седьмой элемент – это йод. У йода очень много функций и задач в организме, и одна из них – он повышает скорость снабжения клеток кислородом, а потому при устранении его дефицита происходит улучшение состояния кожи, укрепление зубов, волос и ногтей. Дополнительно я бы отметил необходимость потребления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а именно ЭПК и ДГК. Тут лучший вариант – это препарат профессора Исаева – латал с селеном. Селен является мощнейшим антиоксидантом, а это очень-очень важно. Чтобы я еще отметил, и какие советы дал. Фукус, конечно, поскольку он содержит вообще все минералы, причем в той форме и соотношении, как содержит в норме плазма крови человека. Ну и, конечно, применять, советую, органическую спирулину. Но мало просто получать нужные нутриенты, надо, чтобы они еще и усвоились, и потому здесь фулевая кислота, не путайте с фолиевой кислотой, то есть витамином В9, а именно фулевая кислота, будет как нельзя лучше и кстати. Ну а она в контексте нашего разговора, например, бывает с цинком, и она бывает, например, с кремнием. Ссылки оставлю. И еще очень важно устранить синдром дырявого кишечника, ну чтобы то, что вы едите, эти элементы еды важные, усваивались в полной мере, разобравшись до мономеров, до составных частей, которые потом кровью разнесутся во все клетки и ткани организма, где и усвоятся и вовлекутся в биологический оборот. Еще один важный пункт – это водородная вода. Только активная вода с антиоксидантом, молекулярным водородом проникает и доносит вот во все клетки нашего организма, а с фулевой кислотой это будет еще более эффективно, все питательные вещества. Но главное – молекулярный водород обезвреживает убивающий организм свободные радикалы, которые, кстати, повреждают в том числе и процесс образования волос. Очень важно иметь достаточное количество выделяемое печенью желчи и вообще иметь здоровую печень, об этом у меня было много видео, и ссылку на плейлист по проблемам печени я тоже вам оставлю. Очень важно убрать сладкое из рациона питание, снизить, убрать свою инсулинорезистентность, устранить повреждающее воздействие от сахара на сосуды. Не лишним будет применение некоторых антиоксидантов, таких как, например, глутатион, астексантин, дегидрокварцетин. Ну, хотя бы попеременно один месяц, другой следующий месяц и так далее. Вы спросите, а совместимо ли все это? Да, и кстати, об этом у меня было видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства. Пару слов о цвете волос и седине. В седине главная проблема – это нарушение обмена меди в печени. Наше липосомальное железо, кстати, содержит 5 компонентов, ну, помимо железа 4, в том числе медь. И если, например, не лениться, как я, то ликвидировать дефицит меди, а значит, в том числе, устранить седину, уменьшить ее. Кстати, с применением микросфер, об этом чуть позже я скажу подробнее, это практически близко к 100% свершение будет. Ну, вот об этом писало огромное количество людей, которые не ленились, а применяли это, вот как я это поясняю. Тут две главные причины. Причем потемнение волос мы наблюдали даже у людей 70-80 летнего возраста. Что еще раз подтверждает то, что устранив причины, человек добивается, ну, практически в любом возрасте желаемых результатов. И многие процессы можно повернуть вспять. Это просто факты и из теории, и из практики. Вот послушайте буквально минуту-две, что одна женщина написала про воздействие микросфер. А микросферы, я кратко поясню, это такие крошечного наноразмеров шарики из определенных материалов натуральных, которые отражают тепло человека, инфракрасное, вот вектор излучения, опять в тело. Ну и, конечно, где самая активная реакция такого отражения тепла? Безусловно, в подкожных слоях. Улучшается кровоток, улучшается приток питательных веществ, обмен веществ, в том числе волосяных фолликулах. И вот рост волос активируется, потому что приток питательных веществ также улучшается. Тут все предельно просто, понятно и логично. Вот послушайте, что произошло насчет волос, причем, по-моему, даже с сединой, у еще молодого вполне человека. Озвучила это его жена, послушайте. Добрый день, очень-очень благодарна вам и хочу поделиться уже наработками, которые у нас есть. Значит, микросферы к нам пришли в прошлую субботу, сейчас пятница, то есть еще нет недели, но уже есть определенные результаты. Очень хочется с вами поделиться, хочу рассказать про своего мужа Сергея. Значит, он впечатлился, и вот мы заказали. Значит, он спал на подушке, он, значит, одевал шапку вечером, несколько часов сидел у телевизора в шапке, в тапках. Значит, и спал на подушке, в шапке, в повязке для глаз и в тапках. Три дня. Через три дня, значит, ему это все надоело. И он сказал, все, я не хочу больше спать в шапке, сбросил это все. Я смотрю, он лежит утром, ну, без шапки, без повязки. Значит, хотя сон стал очень-очень глубоким, и он это сказал с самого первого, с самой первой ночи сказал, что так глубоко, как я вообще никогда не спал. Вот, значит, у него аденомопростаты, он бегает в туалет и говорит, слушай, я в этот раз, ну, два раза сходил, и то я сразу, говорит, ложился и сразу же засыпал. Что, в общем-то, чего уже давно не было. Значит, он все снял, и я смотрю, у него волосы темнее, а он полностью седой, вот полностью у него серебристая седина такая, он, у него волосы на голове, у него нет лысины, но вот он полностью белый. Уже давно, достаточно, ну, там, года два-три уже полностью. Я говорю, Сереж, у тебя волосы темнеют. Я стала смотреть, он вскочил, подбежал к зеркалу, и, значит, что-то там смотрел-смотрел, но я в это время встала уже, стала собираться на работу, прихожу в комнату, а он лежит, значит, на подушке, в шапке, в очках и в тапках. Вот, ну, в общем, вот такая вот комедия, значит, как космонавт. То есть, это его впечатлило, действительно, волосы стали темнеть, я даже сейчас фотографии пришлю вам, это вообще, конечно, потрясающе, вот. Итак, теперь о решении проблем уже не изнутри, а это главное, а снаружи. И тут есть пять пунктов. Первое, это мыло, шампунь, там, различные лосьоны, все, что на кожу, где растут волосы, вы наносите, это напрямую влияет, безусловно. Ну, а натуральный мыло, шампуни влияют положительно. И стоит использовать только их, то есть, безопасные, безвредные средства. Мы, кстати, выпускаем и мыла, и шампуни для волос, ну, рук, тела, всего, да. Есть, конечно, японская особая серия, она, правда, редко в России сейчас завозится. Специальный набор шампуней для укрепления волос, есть такое. Можете периодически заходить по ссылке под этим видео, там будет ссылка на этот набор, и смотреть, появилась она или нет. Можете даже нажать кнопочку, как бы, зарезервировать. Второй пункт, это японские расчески. Благодаря их применению происходит уникальный, несравнимый ни с чем иным массаж кожи головы, улучшается микроциркуляция крови, и это самое стимулирует, ну, к развитию роста волос. Я уже не говорю про наслаждение, которое доставляет вот расчесывание вот этими расческами. Ссылка на них, как всегда, в описании. Далее. Ополаскивание головы после мытья. Можно взять, ну, примерно две чайные ложки натурального гостовского яблочного уксуса, развести в стакане воды, и уже после того, как вы промоете, смоете шампунь с головы, там, или мыло чем моете, то ополосните, ополосните вот этим стаканом воды с яблочным уксусом. Ну, и потом полотенцем, соответственно, высушите голову. Все. Четвертый пункт – это применение микросфер. Ну, лучше всего шлема можно и, конечно, в том числе подушки, как и влияет на организм положительно, ну, вот любые изделия иные. Но, говоря о голове, о волосах, эти два пункта лучше всего. И о них уже вы слышали. Ссылку на плейлист о микросферах, о свойствах лечебных для организма, где много видео, я оставлю вам тоже под этим видео. Ну, и пятый пункт. Когда-то, лет 25, если не 30 назад, у меня были очень серьёзные проблемы с выпадениями волос. Я тогда изучил этот вопрос глубоко и стал применять такое вещество, которое называется силокаст. Такое едкое, очень раздражающее кожу химического плана такое вещество, казалось бы, на основе, по-моему, касторового масла. В интернете, в принципе, это найти можно. И это вполне необязательно. Но если уже очень сильно выпадают и меры первой недели сразу не улучшают состояние, можно применить силокаст. Приобрести и принимать по инструкции, ну, кто продаёт. Кстати, у меня есть инфопродукт, по-моему, номер 3, мини-инфопродукт, в котором я очень подробно про это рассказал. Что ещё важно учесть? Что способствует выпадению волос? Я не буду сейчас даваться такие нюансы, как радиация. Понятно дураку, что да. И не надо, пожалуйста, примеры подобные, очевидные, приводить. Это вполне ясно. Но, вот, например, не всем далеко ясно, что те же мониторы, кинескопы телевизора, вообще ВЧС-ВЧ-излучение, очень негативно влияют на рост волос. Поэтому необходимо, и не только поэтому, тут гораздо важнее от рака не умереть в этом смысле. Потому что это онкогенные факторы, в том числе влияние СВЧ-ВЧ-излучения. Ещё учебник Минина 1974 года о электромагнитной безопасности. То есть уже 50 лет назад были известны и дозировки, и безопасные, и опасные, и к чему всё это приводит. Поэтому обязательно. Ну, если не хотите даже смотреть лекции на эту тему, хотя плейлист по влиянию СВЧ на организм я вам оставлю, то хотя бы используйте защитные такие микроантенны в виде голограмм. Это нейтроники, которые клеются и на смартфоны, сотовые телефоны иного рода, и на мониторы, кинескопы телевизоров и так далее. Ну и антенны, которые устанавливаются в доме, в квартире в радиусе 15 метров, они просто не дают негативно воздействовать вот этим самым не просто СВЧ-излучением от вышек, от ваших телефонов, но и от, скажем, соседских Wi-Fi на вас, а вы их не можете никак предотвратить все, по крайней мере, если вы живёте в квартире где-то, то точек воздействия может быть 20-30, то вот этот вариант, ну, чуть ли не единственный, который может вас защитить вот здесь и сейчас, что называется. То есть эти защитные меры снижают в сотни раз вот это самое резонансное разрушительное воздействие на клетку от источника ВЧ и СВЧ-излучения. Вот так. Ну а ссылку на плейлист, где видео, чтобы вы могли изучить материал, если захотите, оставлю тоже. Итак, главное воздействие для улучшения роста волос, конечно, должно быть через кровь, то есть через пищу, то есть через концентраты питательных веществ, витамины и минералы, которые я описал вам в самом начале, хотя бы основных 7. Во вторую очередь, очень важны воздействия извне, на кожу головы, тем самым на волосы. Я тоже это пояснил. Далее, это коррекция питания, ну, убрать сладкое, убрать канцерогенную и химическую, так называемую, пищу в упаковках. Ну, это просто несложно и это очевидно. Видео моё про инсулинорезистентность, хотя бы, посмотрите, ссылку оставлю. Как ликвидируете эти вредные воздействия на себя, это несложно, это войдёт в привычку, так же, как чистить зубы. Да, это стоит определённых каких-то денег, но это ваше здоровье и не только волос. Не будете лениться, будете это делать, потому что есть люди, кто всё это понимают, изучили, но не покупают, причём не только по причинам того, что денег на это банально нет, ну, а просто лень. Да, такие люди есть. Ну и что тут делать? Тут уже ничего, когда-то осознать для себя, решить и уже идти по этому пути. Ну, не отмахиваться, по крайней мере. Ну, а я дал вам, во-первых, информацию, это во-первых. Во-вторых, я дал возможность это всё приобрести. Безопасное, органическое, лучшее, ну и полноценное. То есть, все эти витамины, минералы, ну, например, прибор для получения такой вот водородной воды, УВП, или проточный, более дорогой, но удобный аналог. Защиту от излучений, безопасные средства для ухода за кожей головы и прочее, и прочее. Итак, ссылки я вам оставлю прямо под этим видео. Учтите, и если вы всё это учтёте, будете применять, то вы, ну, на 99%, если не на 100%, точно решите эту проблему излишнего выпадения волос. Вы их укрепите, постепенно они будут расти толще и толще. Даже если сейчас они становятся всё тоньше и тоньше. Это просто факт. Ну, а на этом, пожалуй, на сегодня всё. Ну, и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто ещё не подписан на мой канал, нажать колокольчик, и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.